Здравствуйте, дорогие подписчики! На духовном пути, на пути развития бывают очень-очень разные вопросы. И на самом деле мы должны понимать, что практически все мы сталкиваемся с подобными ситуациями, с подобными внутренними настроениями, и очень важно понимать, как их решать. Потому что, занимаясь йогой, настоящие йоги, настоящие практики, они никогда не уходят из этого материального мира, они служат обществу, живут в обществе, развиваются в обществе, приносят пользу обществу, а не куда-то сбегают, прячутся в какие-то пещеры и так далее. И естественно, что в такой жизни проявляются какие-то свои... кармы. Суть духовного развития заключается в том, что мы должны очистить кармы, которые накопили в прошлых воплощениях, накопить благие деяния в этой жизни, реализовать какой-то уровень пробуждения, просветления, перевоплотиться в духовных мирах и так далее. Всё довольно просто. Но кармы, с которыми мы будем сталкиваться, они являются результатом того, что наша духовная суть будет постепенно очищаться. Очищаться наша энергия, очищаться наше сознание, наши энергии в энергетических каналах, наши чакры. Наш рот будет очищаться, наше окружение будет очищаться. И это всё будет постепенно заметно. То есть те, кто занимаются йогой, они заметили, что их жизнь... Во-первых, жизнь становится намного более спокойнее. С одной стороны. То есть в жизни становится меньше хаоса. С другой стороны, люди, которые нас окружают, они естественным образом самоустраняются. Устраняются в том плане, что мы становимся для них неинтересными. И энергетически в первую очередь. И они нас начинают чувствовать, что мы для них перестаём быть интересными, потому что мы не курим, не пьём, не кушаем мясо, не злобливые, не сердимся, не обижаем друг друга. И с такими не очень интересно дружить. И люди, которые нам не соответствуют, они будут естественным образом искать себе других друзей. А нам, соответственно, нам будут привлекаться души, люди, которым будет приятнее именно наше общество, спокойное, со своими какими-то настроениями духовными и так далее. То есть будет меняться всё. Но в любом случае будут оставаться недоброжелатели. И этот вопрос, собственно, и задавался недавно подписчиками. Что делать с недоброжелателями или же с врагами? Представляете, даже спустя год, два, три, пять, десять у нас будет такое понимание, что кто-то относится к нам как к врагу, как к недоброжелателю. На самом деле это признак наличия демонических настроений у людей. То есть люди находятся в таком агрессивном состоянии. Они полны зависти, они полны гордыни собственной. Что делать с такими? То есть не объявлять же нам какую-то войну священную, учитывая то, что мы стараемся быть максимально миролюбивыми. Но в то же самое время, да, будет так, что будут преследовать. И в особенности будут преследовать именно демонические существа. То есть мы не будем интересны обычным людям в том плане, что мы для них не представляем никакой ценности, им не интересны духовные энергии. Но духовные энергии крайне необходимы именно демоническим личностям, так называемым демонам. И, естественно, такие духи, они живут либо в параллельном измерении, либо часто воплощаются на Земле. То есть им доступна опция, учитывая то, что калиюгу некоторые полубоги находятся в таком осквернённом состоянии, в частности, в Писании сказано про Брахму. То, естественно, на Земле будет открыт доступ для рождения демонов. И мы можем посмотреть вокруг нас, что демонические личности довольно часто рождаются. То есть это очень высокий уровень преступности на планете и так далее. Мы без каких-то таких вот крайностей будем только лишь поверхностно разбирать. И как же справиться с ситуациями, когда, допустим, кто-то нас преследует? Что делать? Что делать? На самом деле я бы хотел, чтобы мы понимали, что если мы начнём вступать в какую-то конфронтацию с недоброжелателями, начнём вести себя подобным образом, как себя ведут они, то мы будем создавать причины, из-за которых мы в следующих жизнях вынудим их рождаться рядом с нами. И по закону кармы нам придётся выравнивать вот эти конфликтные взаимоотношения. То есть если мы начнём с ними вести недружественные взаимоотношения, начнём заводить какие-то ссоры, какие-то драки и так далее, то ещё раз, это я и второй раз объясняю, то мы создадим причины, из-за которых эти же души будут рождаться с нами в следующей жизни. Формат взаимоотношений в следующих жизнях очень может быть разным. То есть если мы создадим очень много причин, то там вплоть до того, что они могут родиться даже, не знаю, нашими соседями или родственниками и так далее. То есть ни в коем случае не втягивайтесь в ссоры и конфликты. Это самый глупый, самый невежественный поступок. От агрессивных людей надо максимально дистанцироваться, потому что, ну, представьте себе, агрессивный человек – это уже показатель того, что человек находится в состоянии проблемности определённой. И мы, если будем как-то реагировать на него, конфликтовать, ссориться, драться, ругаться, то мы вынудим его последовать за нами через десятки, а то и сотни жизней. Кому это надо? Никому. Поэтому в Писаниях рекомендуется всегда придерживаться правил ненасилия. То есть не надо, не нужны лишние связи, тем более на пути йоги, когда нам довольно сложно частенько с собой совладать, да, а тут ещё, извините, за собой тащить десятки непонятных личностей, которые часто не находятся в неадекватном состоянии – это неразумно. Это самый лучший способ – это уйти от конфликта, не перечить, да, то есть не, ну как бы если нарушается какое-то законодательство, есть полиция, вот, но конфликтовать не стоит, да, то есть если есть возможность не втягиваться в ссоры, лучше последовать этому правилу, да, просто дистанцироваться, просто как-то смягчить диалог, не провоцировать, дистанцироваться вообще, перестать общаться с негативными людьми и так далее. То есть, ну чем дальше, тем лучше. Вот, это касается всех, уясните, да, то есть если мы не хотим, чтобы эти вот негативные и очень часто примитивные личности последователи последовали за нами к следующей воплощении, не создавайте лишние кармические связи, вот, то есть они нам не нужны. Но я сегодня расскажу видение, которое подскажет, как именно происходит возврат кармы и как мы можем в действительности воздаяние можно привносить, да, то есть наказывать можно. Но, знаете, мне очень нравится фраза у Карлоса Кастанеды. По-моему, Дон Хуан ему сказал, говорит, он сказал, что настоящий нагварь, он уничтожает врага руками самого врага. То есть эта фраза тоже поймётся очень спустя, наверное, какое-то время, то есть не все поймут эту фразу. Вот, как же это возможно сделать? Ну, на самом деле, в действительности это возможно. То есть нужно создать ситуации, которые, следуя которым наши недоброжелатели, грубо говоря, накопят такое большое количество кармы, чтобы эта карма просто их удалила от нас как можно дальше и дальше уже там, я не знаю, как-то их наказала, да, но мы при этом остались в чистом, благостном, благородном состоянии максимально. То есть эти вещи, они поймутся спустя какое-то время. Вот, тема довольно сложная. Я стараюсь быть сторонником всевозможных мирных решений, но я также понимаю, что ситуации бывают разные. И мы вот сегодня разберём такую ситуацию. Я расскажу именно вот видение, которое подчеркнёт, каким образом мы можем решать. Я думаю, большинство людей в курсе, что перед тем, как в последний раз мы ездили в Индию, да, три месяца назад, нет, уже больше, да, мы поехали в феврале или в конце января, я уже не помню, по-моему, в конце января, и вернулись в конце апреля. То есть мы три месяца были в Индии, вот. Но перед этим мы уехали с Украины. Уехали с Украины, естественно, в полностью разбитом состоянии. Ребята писали, что я выгляжу, ну, вообще ужасно плохо внешне, да, после пребывания на территории Украины в течение двух лет. Действительно, там энергетика просто катастрофическая, ужаснейшая. Я даже не хочу описывать это, да, то есть, ну, вот представьте, все самые тяжёлые ситуации, и вот люди там живут, они живут в непрерывном состоянии страдания. Да, к этому можно привыкнуть. Можно привыкнуть. Но мы должны понимать, что это скажется на работе нашего сознания, психики, работе даже наших внутренних органов, работе сердца и так далее. То есть ничего хорошего, а, естественно, в духовном мире это выглядит вообще по-другому, да, то есть на Украине очень много демон, демонических существ. То есть это кошмарное состояние, кошмарное количество. И в то же самое время Украина является местом явления очень возвышенных личностей, божественных личностей. Это удивительно. Это действительно можно видеть в духовном мире. И вот сама по себе данная территория, она, с одной стороны, является местом таких, знаете, весьма духовных, мощных энергий, а с другой стороны, это демоническое какое-то логово, да, логово демонов, которые там просто воплощаются десятками и сотнями. И это просто кошмарное государство. Очень тяжело там было. Ну, я не хотел рассказывать, но это действительно так. Вот. Кстати, в Священных Писаниях рассказывается, что все войны являются средством очищения. Как бы там ни было, мы можем этого не признавать. Но на самом деле все войны являются средством очищения. Так вот, от кого же очищаются, почему во всех войнах погибают именно мужчин больше? Да, мы можем удивиться. Почему так? Потому что среди мужчин именно больше всего этих демонических настроений, больше всего негативных качеств и выше всего уровень деградации. Почему? Потому что нечистый ум, отсутствием каких-то духовных знаний, духовного прогресса, духовного развития. И как результат, женщины более интуитивные, они более ласковые. Они также находятся в состоянии деградации, но женщины, они более податливые внешнему влиянию. И всегда говорится, что в деградации женщины виноваты мужчины. То есть мужчины не контролируют состояние общества и не заботятся о четырех святынях, которые есть в обществе. Это дети, старики, женщины, священные коровы. Как результат, общество деградирует, деградируют наши дети, страдают старики, женщины становятся падшими, корову мы убиваем и едим. Собственно, да, это все из-за мужчин. И во всех войнах погибают именно мужчины. Так вот, согласно священным писаниям, погибают именно мужчины, обладающие вот такими неблагоприятными кармами, неблагоприятными настроениями. Это на самом деле, это один из способов очищения нашего мира, нашей реальности. К сожалению, я понимаю, что это болезненно звучит, но так оно есть на самом деле. И, соответственно, люди, которые погибают в войнах, в таких очищающих, то те, кто находятся на стороне праведной битвы, на стороне праведной войны, то есть, ну, понятно, что в войне всегда есть негативная сторона, есть позитивная. Мы не выясняем, кто прав, кто не прав. Вот, мы так прекрасно понимаем, где истина, или догадываемся, или чувствуем каким-то образом. Но всегда те, кто находятся на стороне Дхарма, они, погибая, уходят в райские миры. Те, кто находятся на нечистой стороне, соответственно, падают в воды. Мало того, что они, казалось бы, они пострадали на земле, вот их там уранили, убили, они стали там инвалидами, для примера я хочу сказать, но если человек воюет за неправедную сторону, за нечистую сторону, за демонические настроения, за принципы нарушения Дхармы, то он даже, казалось бы, поле битвы должно очищать, но на самом деле поле битвы для таких душ является вратами в ад. Это тоже можно видеть. И вот эти элементы я в роликах записывал, на самом деле видел, как очень большое количество душ. Это еще был 23 год, когда только начинались, да, и я уже тогда видел, что огромное количество душ уходят в нижние миры. Вот, я ничего не мог, ну, как бы, что я могу сделать? Могу рассказать, да? Но опять-таки, кому расскажешь, люди в таком негативе были в 22 году. Сейчас немножко уже мудрости поднабрались, поняли, что что-то идет не так. Уже, знаете, как-то начинают так размышлять. Но обратите внимание, что спокойствие начало проявляться в силу того, что погибло очень большое количество людей. И кто же погиб? Мужчины. Мужчины как бы погибают, но само по себе это явление является еще средством очищения. Болезненная тема и неприятная. Но так это происходит, так описывается в священных писаниях. То есть это не я придумал. Следующий элемент. И с Украины, когда мы выехали, мы выехали в таком состоянии, естественно, я восстановиться перед Нитей не успел, не смог. Во-первых, как-то слишком все суетливо было. Мы переехали сначала к друзьям, потом друзья нас, мягко говоря, попросили убраться. Мы сняли себе квартиру, поехали дальше уже. И да, это было, но Москва сама по себе так же не то место для духовного развития, для духовной практики. Да, это довольно агрессивная среда. И, естественно, после пребывания на территории Украины видения скверные довольно часто преследуют. Преследуют, видятся частенько не очень хорошие знаки, не благоприятные. Не для меня. Не для меня, а из-за связи, из-за того, что пребывали тогда на территории Украины, из-за того, что война началась. Но мы были вынуждены, были обстоятельства, которые надо было решать. И частенько все равно эта связь, она дает о себе знать. И часто в медитации я вижу именно нечистых духов, тех духов, которых называют демоном. И буквально несколько дней назад в состоянии медитации, насчитывая мандры, оказался мне физического тела, мы живем в частном секторе, в частном доме. Снимаем. И я оказался вне физического тела на улице. То есть даже не в доме, а оказался на улице. А у нас рядышком протекает такая довольно симпатичная горная речушка на расстоянии метров, наверное, 150. И такой глубокий овраг. Один, потом в другом именно овраге протекается моряка. У нас тут довольно уютно тут табуны коней пасутся. Красивый лес, небольшие горы, очень колоритное место. И в состоянии медитации я оказался как раз вот перед этим обрывом. Но что самое интересное, я почувствовал свет вокруг себя. Огромный, мощный свет. Я очень сильно удивился наличию этого света. И в какой-то момент я осознал, что этот свет, я с ним уже сталкивался. Это тот свет, который я видел, с которым я сталкивался на горе Шримен-Катешвары. То есть божественный свет самого Шримен-Катешвары. И получается так, что... То есть я видел, что свет исходит из-под меня. Как будто бы я нахожусь на горе. Опять на горе. Но... В то же самое время я видел овраг, видел речушку, которая течёт, горы. Вот. Красивую местность. Именно той местности, где я проживаю. Но в то же самое время место, энергии, в которых я находился, это была вершина горы. И получается так, что в силу Даршина благословения мы остаёмся в тех... Да, или же энергии. Мы остаёмся в тех местах, где находится сам Господь. И там, где живут или пребывают наши физические тела, Шримен-Катешвары имеет возможность проявляться. Но... Да, и я смотрел на Землю, я видел, как Земля сияет очень красивым золотым светом в богине Лакшми, в богине Протстания. И рядом было несколько духов, демонических существ. Вот. Один находился рядом, и он всячески оказывал давление за счёт своего какого-то эмоционального напряжения в сознании. Да, то есть он как бы медитировал постоянно, зачем-то медитировал на меня. Вот. И было видно, что он всячески заставлял меня думать о нём, что он якобы для меня является некой родственной душой, что вот он как бы имитирует даже какие-то, знаете, признаки духовного развития. Вот. Да, то есть духи, они очень часто имитируют духовный уровень эволюции, духовный уровень развития. Они всячески пытаются себя преподнести как великих каких-то святых, как великих практиков, там, слами каких-то и так далее. Но по определённым признакам, которые можно видеть в духовном мире, естественно, было видно, что это обычный демон. Причём он ещё и пытался каким-то образом отжать энергии из астрального тела и использовать их против меня же для того, чтобы быть похожим чуть-чуть на меня. Ну, как-то так. А другой стоял напротив меня и причём на краю обрыва почему-то. Вот. И наблюдал за мной, как я себя буду вести, да, то есть это поведение, которое очень характерно для таких вот негативных личностей, да, они всегда как бы в силу своих каких-то дурных настроений они пытаются преследовать. Зависть, ревность, да, это все эти качества, которые их вынуждают за нами следовать. Да, и я смотрел на этих нескольких духов, и были ещё другие, но они в меньшей степени были проявлены. Что самое интересное, у меня не было страха. Да, ну представьте себе, довольно мощные, ну в плане человеческого мира, довольно мощные нечистые духи, вот, и они о себе так очень, очень, как бы думают, они о себе очень высокого мнения были, но ситуация довольно быстро на самом деле решается, когда выполняешь определённые практики, и буквально две-три минуты ситуация в астральном мире меняется, особенно если там, допустим, во время ночи, когда мы, а мы часто бываем в силу общения с негативными людьми, мы бессознательны бываем, нам снятся дурные сны, так вот эти дурные сны ночью, они очень часто бывают навеяны духами, именно духами, нечистыми духами, вливается нечистая энергия нашей умы, вот, и мы, как овощи, потом целый день, и вот эти сны лучше всего исправлять за счёт йоги, за счёт мантры, за счёт духовной практики, изучения священных писаний, таких таковач, гимнов и так далее. У меня как бы свои практики, но они уже наработаны за счёт десятилетий, но так или иначе всё равно приходится с этим справляться. Но в этой ситуации я ничего не делал. то есть Шри Винка-Тешара показал, что мне как бы нужно просто расслабиться и довериться божественным существам Шри Винка-Тешара, и он собственно всё решил. На самом деле, находясь во дворе дома, я шёл в направлении обрыва, и я шёл, а духи следовали за мной, но я шёл по этой земле из золотого света, и я также чувствовал голубой свет Винка-Тешара, золотой свет Шри Лакшми, такие очень благостные энергии были. И когда я подошёл к оврагу, к обрыву, овраг на самом деле не глубокий, он может быть метра три-четыре вниз уходит, но когда я смотрел сверху вниз, я понимал, что за этим оврагом я понимал, что структура этого оврага, она такая же, как на горе Винка-Тешаре в Терумале, а там высота приблизительно около километра. И было как бы смешение двух миров. Представьте себе, мы одновременно осознаём этот мир, в котором мы сейчас находимся, в параллельном измерении, и в то же самое время мы осознаём мир, в котором мы три месяца назад были в Индии, получали благословение в Шри Минка-Тешаре, вот, и Господь Винка-Тешаре, Он таким вот образом нас благословляет и защищает, да, и часть нашего духовного тела, или в силу благословения Винка-Тешара, мы теперь духовным своим телом живём на этой священной горе. Именно так я это осознавал. И когда я подошёл к обрыву, я видел, что этот обрыв, он расстоянием десятки, сотни, тысячи километров. Представляете, гора, очень мощный обрыв был, и подошёл не только я к этому оврагу, да, подошёл, подошли эти духи, которые со мной преследовали, но там, где стоял я, обрушилась земля, вот, и точнее, она обрушилась не потому, что я там стоял, а потому, что эти духи находились рядом со мной, и они, обрушившись с этим куском земли, полетели вниз. Вот, и когда я наблюдал за их падением, вот, я понимал, что они упадут очень-очень глубоко и очень сильно, их падение будет, ну, страшным, ужасным. И если в материальном мире там, где я живу, этот овраг всего лишь, там, три-четыре метра, то в духовном мире они будут падать до самых низших ходов. Вот, и они будут падать, потому что их вынудит или вынудил уже, да, то есть, когда видение случается, это уже, это говорит о том, что в материальном мире они, как это сказать, это говорит о том, что ситуация уже создана, она уже случилась, но она случилась в тонких мирах, в духовных мирах. в материальном мире это начнет проявляться именно с этого момента, но как это будет проявляться, это уже будет решать только Винкотешера. И я остался стоять на этом обрыве у самого-самого края, я наблюдал, как эти духи падают, летят вниз, кувыркаются в этих кусках грунта, почвы, которая падала вместе с ними, ну, или же под ними, потому что там, где они находятся, местность оскверняется, да, то есть, те территории, на которых живут демонические существа, они приносят страдания и беды, то есть, ну, неблагоприятная карма, понимаете, да, то есть там, где они ходят, своими ногами, они просто оскореняют, вот, и естественно, это сказывается на жизни и общества, и государства, и в целом планеты, да, и Господь на самом деле таким образом Он мне показал, что для того, чтобы справиться с какими-то нечистыми духами, вот, достаточно просто следовать пути духовного развития, и когда мы лишь достаточно совершать, ну, в принципе, правильно, достаточно следовать пути духовного развития, нужно совершать какие-то полонческие деятельности, должны быть практики почитания божеств, йога, мантры, да, и все, все в целом это накапливает духовную силу, и тогда нечистые духи, когда испытывают гнев, зависть и так далее, они продолжают накапливать все больше и больше греховной деятельности, да, то есть неблагоприятной кармы, и как результат карма начинает срабатывать, и она, они деградируют все сильнее и сильнее. В чем преимущество? В том, что если человек, допустим, в том, если негатив со стороны духов проявляется в отношении обычных людей, это просто карма, но если человек ведет духовную практику, то демоны, демонические существа начинают атаковать не просто нас, они начинают совершать оскорбления в отношении, ну, как в моем случае, дымкотешвары, или же, допустим, у меня есть еще благословение джиганадхи, или же есть благословение Радхарамана, да, то есть, понимаете, как бы, они начинают оскорблять всех тех божеств, благословения, которые есть во мне. Естественно, создавая, накапливая неблагоприятную карму, вот, они ее усиливают десятки, сотни, тысяч раз. Да, они-то думают, что они создают мне препятствия, но на самом деле в духовном мире они создают препятствия именно божественным существам, божествам, вот, богине Лакшми и так далее. И, естественно, поскольку это божества, естественно, там совсем другие наказания идут, более мощные, более быстрые, более резкие и так далее. И таким образом очень легко справиться с всевозможными недоброжелателями, вот, то есть мы в принципе находимся, находясь на вершине горы Терумала, мы сможем справиться со всеми трудностями, которые могут вдруг в какой-то момент начать проявляться в нашей жизни. Это один из примеров. Другое введение я хочу рассказать, забыл название, значит будет еще одно видео на эту тему. Когда мы были в Шри Рангапаттнами, мы посетили несколько храмов богини Парвати. И храмы на самом деле очень уникальные, невзирая на то, что это форма богини Парвати, да, это энергия бога Шивы, вот, хотя в этих храмах изображение Шивы вроде как есть, но оно не особо находится в состоянии почитания, потому что считается, что это храмы богини. Так, один храм кшаумбика как-то, один храм не Мишани, а другая кшаумбика. Да, а нет, один храм не Мишамба, это богиня, которая исполняет желание, приходит на защиту в течение минуты, а другая кшаумбика, она исполняет желание в течение секунды, да, то есть это разные формы, в одном храме она стоит в положении стоя, а в другом она находится в положении йоги, она находится в положении сидя, и в другом храме она находится вместе с Шри Янтрой. Вот. очень хорошее место, и что самое интересное, это место в свое время также посетил Шанкарачарья, и он установил в Шри Янтру, он положил правила соблюдения, почитания данной богини, и это правило до сих пор соблюдается. Шанкарачарья, он воплощение бога Шивы, и после того, как богиня Дурга его наказала, он путешествовал по всей Индии, и на самом деле во многих храмах, которые мы посещали, его упоминают. Действительно, во многих храмах он был, и он занимался тем, что возрождал культ почитания Божественной Матери. Да, то есть он отошел от тех традиций, тех знаний, которые он давал, и находился в состоянии чистого бхакти. Чистого преданного служения. Вот, и храм этот богиня к Шаумбике, я могу неправильно произнести ее имя, но приблизительно, по-моему, так. Вот, я потом еще запишу ролик на эту тему, обязательно постараюсь еще получить какие-то знания, видения, связанные с данной богиней. Вот, я уже, кстати, записывал один ролик на эту тему, и в Индии, когда я был в этом городе, я получил благословение данной богини, вот, данной формы Божественной Матери. и начитывая мантру, я увидел себя находящимся внутри данного храма. Прошло уже, сейчас скажу, наверное, раз, два, три, четыре, где-то около пять месяцев, понимаете, то есть, это был март месяц, середина марта, когда мы были там. И я на самом деле очень настороженно отношусь к храмам, связанным с шиваитской традицией, но было интересно, потому что очень интересные легенды, мы посетили эти священные места, очень классное место на самом деле, Шри-Рангапат, город называется, это в сорока километрах от Майсура, да, расположен город, очень священный город, к сожалению, божество, которое там находится, оно было до прихода британцев, англичан, это место было одно из самых величественных и самых священных, да, то есть, в этом месте находится изначальное божество Ранганадхи, и считается, что это место, это божество было настолько богатым, что храмы были полностью из золота, да, то есть, они были полностью покрыты золотыми пластинами, серебряными золотыми пластинами, там было, это был самый богатый храм, там было всё, потому что, ну, как бы, пожертвования заключались божеством, божеству Ранганадхи, когда пришли англичане, они в буквальном смысле сдирали эти листы золота, серебра, забирали сосуды из драгоценных металлов, украшения, да, то есть, на божестве были украшения, короны с очень красивыми каменями драгоценными, да, вот, и сейчас храм выглядит довольно простенько, да, то есть, само осквернение, оно, конечно, чувствуется, чувствуется вот эта вот энергия аппаратхи, что ли, или оскорбление, естественно, такое поведение в отношении божеств тоже не приносит благо, но это другая тема, потом как-нибудь обсудим, вот, и в состоянии медитации начитываю мангру, да, я увидел, что я нахожусь в храме, и передо мной находится в позе йоги богиня, а я нахожусь в состоянии почитания, то есть, я находился в состоянии намасте, и я читал про себя какую-то молитву, я в какой-то момент оказался в этом храме, и я, находясь в состоянии молитвы, обращался к богине, вот, но, естественно, это состояние, это состояние сродни состоянию самадхи, да, состояние почитания божественных энергий, вот, и медитация, и мантра, она начитывается как бы естественным образом Понятно, что происходит. Ты просто находишься в таком едином порыве, в состоянии преданности, любви, служения, молитвенных сладких настроений. И я находился именно в таком настроении. Я понимал, что я уже пять месяцев здесь. Понимаете? Мое астральное тело. Мое астральное тело находится непрерывно уже пять месяцев со станет Даршина. Понимаете, какое величие, какое благословение проявила богиня, одаривая в силу моей, наверное, искренности, я не знаю, простоты какой-то меня вот этим бесконечным Даршином. Она удерживала всё это время меня в храме. Ну или я удерживался за счёт своего правильного настроения преданного служения в этом храме. И находясь в этом храме, я даже её в какой-то момент рассмотрел, что ли, потому что мои глаза были открыты, я постоянно смотрел на неё. И я не спал, не ел в этом храме, я постоянно находился в состоянии созерцания. Все эти, понимаете, вот это воспоминание, оно меня очень сильно потрясло. Моё духовное тело, то есть мы же здесь вернулись, я вернулся в Россию, общаюсь с друзьями, записываю видео. Сначала жил какое-то время в Москве, потом мы переехали южнее, ну и так далее. Масса событий, огромное количество, а всё это время духовное тело, находясь в состоянии самадхи, находилось в состоянии преданности, преданности и непрерывного созерцания божественной формы данной Божественной Матери. Я видел её, она полностью состояла из святов, очень красивых, возвышенных святов. И она была, да, то есть до этого у меня были видения, связанные с богинями в традиции индуизма, и я также видел, что шаумбика, она обладала качествами совершенства. Она была чуть ниже среднего роста, вот, но я не буду в деталях описывать. Что самое интересное, что меня удивило, она была ниже среднего роста, у неё была белая кожа, и у неё были, как бы это выразить, светлые русые волосы, что крайне нехарактерно для традиции индуизма. Я ещё тогда подумал, может быть, она не просто так, допустим, мне себя показала, да, что, может быть, в этом есть какой-то смысл. Скорее всего, она является, она таким образом показала, что она воплотилась на земле, либо воплощалась на земле, вот, либо у неё были какие-то воплощения на земле, да, и она показала свою земную форму, вот. А я же, находясь в храме, в состоянии молитвы, я в какой-то момент сказал, что Божественная Мать, мне здесь очень жарко, да, а на самом деле есть такой элемент, этот храм, в котором мы были, да, там довольно низкие потолки, и из-за этого, невзирая на то, что всё равно базальтовые плиты, да, храм, он как бы душноватый. По всей видимости, финансов было немного, и храм построили невысоким. Ну, как он, там метра два с половиной в высоту всего лишь, да, а храм Винкатешвары, он высотой там 4-5 метров высотой, да, вот, другие храмы, храм Лакшмин-Ри-Симхи там также есть, он вообще там метров 5 в высоту, очень высокий, да, и там прохладно. Базальтовые плиты, они долго сохраняют холод ночной, прохладу ночную, и в храмах всегда так прохладненько. А здесь потолки невысокие и очень душные, я понимаю, что я прям, я уже так устал, и я обращаюсь к богине и говорю, божественная мать Шаумбика, пожалуйста, здесь очень душно, может, мы на улицу выйдем, просто подышим свежим воздухом. Она говорит, конечно. И что самое интересное, она сходит со своего места, которое было, да, то есть это алтарная часть, это там Ясасана для божества, она сходит с этого места и идёт к выходу, берётся за ручку, открывает дверь передо мной, а я у неё попросил, сказал, что давайте, может, выйдем на улицу, подышим свежим воздухом, потому что очень жарко. Вот, и она говорит, конечно, я понимаю, что она выходит вместе со мной на улицу, я выхожу, я вдыхаю этот прохладный ночной воздух, вот, и прямо у меня всё успокаивается, я понимаю, что богиня выходит за мной, и что то благословение, которое я получил, она как бы таким образом даёт понять, что она всегда будет со мной. Но это не значит, что она всегда будет со мной, это значит, что её благословение будет со мной. Но моё духовное тело осталось там, ну или же часть моей духовной энергии, или же часть моих каких-то реализаций осталась там в состоянии самадхи, в состоянии почитания. И когда мы вышли на улицу, да, вот, я почувствовал вот эту прохладу, я немножко вздохнул, потому что, ну, действительно, было жарко. А, собственно, на самом деле вот эти знания, они тоже не проявляются просто так. Здесь важно понимать, что храмы, которые строятся, и условия, которые мы создаём для божеств, особенно домашние наши алтари, они должны быть, они должны обладать качествами уважения, да, то есть это не должна быть какая-то коробочка, это не должна быть полочка, по которой там кошка бегает, и там стоят наши божества или божество, шалумики, например, или лакшми, или другой богини. Здесь не важно. Здесь важно понять, что божества, они должны находиться в самом священном, самом чистом месте нашего дома. И там не должно быть каких-то посторонних предметов, там не должно быть каких-то нечистых состояний, это не должна быть какая-то там коробочка снизу, Книги стоят сверху, как они называются, сувениры из Турции, где мы там ездили, пособирали там ракушки, всякая такая ерунда. И тут между этими стоят божества, которые мы привезли из Индии. Вот это вот является неуважением. Это форма, по сути, аппарат. Естественно, божества будут чувствовать это состояние. Естественно, они пошлют нам такое же самое благословение. То есть если мы ухаживаем за божествами, то и жить мы будем в большом красивом доме. А если наши божества живут на кухонной полочке, среди бегающих кошек, мышей и так далее, то, естественно, и мы будем жить в какой-то забитой однушке на первом этаже, в многоэтажке московской, где будет стоять легкий запах из подвала. Вот не будем обозначать, чего именно запах там идет и так далее. Вот я к чему хочу сказать, что мы должны всегда ухаживать. И понимаете, храм-то построен, он большой, но тем не менее божественная мать Шаумбика, она показала, что даже в этих обстоятельствах ей довольно некомфортно. То есть она дала понять, что все равно помещение должно быть просторным, оно должно быть красивым, оно должно быть ухоженным, а не находиться в таком, знаете, как бы минималистичном состоянии. Потому что чем лучше будет наше служение перед божествами, тем лучшее благословение мы получим. Соответственно, если божества в забитом состоянии, то и наша жизнь будет такая. Однушка, мыши за стеной, комары летающие, пьяные соседи под окнами и так далее. То есть учитывайте этот элемент. Всем джай, джай Винкатешара на сегодня, я думаю, достаточно. Джай Винкатешара, джай Мать Шаумбика. Обязательно еще съездим к Шаумбике, к Нимишамбе. Покупаемся в священной реке Кавери. Чуть попозже. На самом деле, знаете, наверное, на юг Индии я больше не буду возить людей, потому что последняя поездка, она показала, что люди не совсем готовы. И реакции, которые потом в телах, в духовных телах происходят, они не совсем, люди не совсем выдерживают. То есть очень мощная энергия, очень сильные духовные реализации, а мы, собственно, даже и не готовы бываем. Поэтому, скорее всего, туда больше поездок не будет. Будем ездить куда-нибудь по таким а-ля попсовым местам, типа Ришикеш, там, где куча наркоманов, куча классных кафе, ресторанов. Все заточено под европейцев, полностью нет никакой духовности, вот, есть только священная река Ганга, пару божеств и так далее, которых никто не почитает. Хотя там, на самом деле, очень мощные божества, там, мне было, ну, я чуть попозже расскажу, уже в следующем ролике, было видение божества Хришикеша. Я очень хотел получить благословение божества Хришикеша из города Хришикеша, о котором, на самом деле, никто никогда не рассказывает. Но, да, и все говорят, что это шиваидский город, там, Шива и все такое. На самом деле, Хришикеш был проявлен после благословения именно Нарайана, именно Нарайана там проявился. Вот, что самое интересное, да, то есть люди в таком невежестве пребывают, что, ну, иногда несут такие глупости относительно того, что это шиваидский. Ты, при чем здесь шива? Я не знаю, я так иногда наблюдаю за людьми и думаю, говорю себе, просто держись, просто молчи, никому ничего не говори, пусть они вот что хотят, то и говорят. Ну, на самом деле, бывает очень удивительно, да, вот. Ну, это я к тому, что рассказываю, что есть, на самом деле, на севере Индии очень интересные такие вот попсовые места, когда мы сможем ездить, где не будет нас, где не будет нам тяжело, потому что, ну, в таких мощных местах мы мало кто выдерживает. Вот, а там нормальные наши энергии, вот, там много таких вот а-ля йогов, некоторые из них даже там живут довольно долго, вот, в состоянии такого, знаете, какого-то нищебродства. Мы видели таких и довольно много, они там и милостыню просят, и на улицах попрошайничают, потому что денег нету, и, да, и надо как-то зарабатывать, надо кушать, жить. Не знаю, чем они думали, не хочу эту тему, да, опять, видите, опять начинаю заводиться, мне, Лиза, такие темы затрагивает. В общем, мы максимально уменьшим нагрузку, будем ездить, ну, Вриндаван – это элита, это лучшие, это самый нектар, вот, но чтобы немножко так вот балансировать, чтобы нас не колбасило от святых чистых энергий, будем ездить куда-нибудь в решике, вот такие вот помойки типа, вот, чтобы нам было максимально комфортно с нашими кармами, чтобы мы не загибались слишком быстро. Это я, конечно же, шутка, в форме шутки постарался назвать так вот помойкой, но потом как-нибудь съездим, вы увидите, что Ришикеш такое в себе. Вот единственное, на самом деле, что там имеет какую-то ценность, это священная река Ганга, Тревеникхат, место слияния трёх священных рек, там находится место слияния трёх священных рек, поэтому Тревеникхат, несколько очень интересных храмов, несколько божеств в них, ну и всё, а народец там такой себе, моё мнение, исключительно моё мнение, я ни в коем случае не навязываюсь, вот, но это на будущее. Всем джай, джайк шоумика. Субтитры создавал DimaTorzok